Здравствуйте, друзья! 10 февраля, город Каменскуральский, Свердловская область. Сегодня вашему вниманию я хочу представить замечательный цветок пентас. Задавали мне вопрос в комментариях, как выглядит, насколько устойчив к заболеваниям, какими вредителями повреждается данное растение. Ну и вот сегодня я более подробно обо всем расскажу. Сегодня мы видим наглядно живой пентас. Сразу хочу сказать, что 10 февраля немножко, конечно, у него листва не такая, как она бывает летом. В летний период это насыщенно темная такая окраска листьев. И на этом фоне вот такие цветы, шаровидные соцветия. Здесь он, конечно, у нас в начале цветения, ну, февраль месяц. Сами понимаете, что в феврале месяце у нас мало какие растения цветут. Тем более, что пентас цветет очень обильно, как летом, так и, как вы можете видеть, зимой. Выращивать его можно, как многолетнее растение, но в комнатных условиях. В открытом грунте, в саду он, конечно, выращивается, как однолетник. Этот пентас принесла мне сестра. Я в прошлом году познакомилась с пентасами. Сейчас я вам покажу вот такие пентасы. Я выращивала в прошлом году все три цвета, три расцветки всего. Это dark red красная, white окраска белая и лиловый. Ну вот лиловый почему-то у меня пакетика не оказалось. Я в этом году вновь, конечно, посеяла пентас. Вот у меня пентасы мои, которые я сеяла первого января. Вот так вот они на данный момент выглядят. Но я не стала все приносить сюда пентасы на съемку, так как не хочется потом уносить их обратно. Самые крупные это вот эти. Первого января были посеяны. Вот тут вот помельче, возможно, это другого окраса. Не стала подписывать стаканчики. Почему? Сейчас расскажу. Пентас, как вы видите, посеян у меня был. Вообще он у меня был посеян в торфяные таблетки. Затем я пересадила в стаканчики по 200 миллилитров. Здесь нет отверстий. Почему? Потому что пентас очень любит влагу. То есть мы его должны поливать очень обильно. Если у нас пентас растет вот в таких стаканчиках, достаточно еще мелкая рассада, то при поливе мы должны примерно 2-2,5 сантиметра грунт обязательно промочить. Не полностью весь грунт в стаканчике, пока еще маленькая рассада, но хотя бы наполовину. В дальнейшем уже буквально через 2-3 недели при поливе я буду проливать полностью грунт, чтобы полностью весь стаканчик здесь у нас был увлажнен. Весь грунт в стаканчике был увлажнен. Сроки посева. Если вы планируете выращивать пентас в комнатных условиях, он прекрасно будет расти в комнатных условиях, то мы его, конечно, сеять можем абсолютно в любое время. Как вы можете видеть, он цветет и зимой, и летом. Тут еще у нас не полностью раскрывшиеся соцветия. Вообще соцветия шаровидной формы. Такие прям хорошие, красивые, плотненькие такие шарики. Здесь, конечно, в зимний период нет такого пышного цветения. Плюс еще я поинтересовалась у сестры, какими она удобрениями его в зимний период подкармливает. Она говорит, что в зимний период не подкармливала вообще ничем. Никакими удобрениями. А вот сейчас с марта месяца. Но сейчас уже я вчера полила удобрением здравень. Это растение. Так как все-таки бутонов достаточно много. И для того, чтобы эти бутоны были еще крупнее, соцветий еще больше было. Я полила вчера здравнем. А так вообще, она говорит, я планирую с 1 марта уже проводить подкормки этому пентасу. Поливаем хорошо. Мы должны хорошо увлажнять всегда грунт. Не надо давать пересыхать почве под пентасом. Так как иначе начнут подсыхать кончики, листья. И, в общем-то, ничего хорошего из этого не выйдет. Теперь по таре. Вот смотрите, в какой таре растет этот пентас. Он был... Вообще, вот это растение выращивалось в саду на клумбе. Не в кашпо. Затем осенью она его выкопала. Пересадила вот в эту баночку из-под мыла. Ну, не знаю. Хочу перевернуть. Боюсь, как бы не просыпался грунт. Видно. Не знаю, видно или не видно. Но я-то точно вижу. Так как я поднимаю сильнее, выше. Что корни не вижу я вот здесь. Нет сплетения корней. То есть, такое небольшое количество грунта нужно для выращивания пентаса. Поэтому, если вы запланировали выращивать его в комнатных условиях, посеять вы его можете абсолютно в любое время. И вот в таких небольших совсем горшочках, буквально полулитровых, он будет развиваться очень хорошо. Невысокие горшочки должны быть. Я буду выращивать такие есть у меня тазики высотой примерно 8 сантиметров. 8, ну максимум 10 сантиметров. Вот. И я буду выращивать несколько раз. То есть, все три расцветки в одном, вот в этом тазу. Для того, чтобы у меня такая клумбочка была красивая. Но, также не забывайте, что в саду его также надо очень обильно хорошо поливать. Теперь, следующий полив мы еще как проводим. Пентас, это как петуния, как гортензия, как глоксиния, как хвойные растения. Он любит кислые почвы. Так как почву мы в основном покупаем для рассады, не будешь отдельно же для петунии, для пентаса покупать грунт. То есть, PH не подходит для пентаса. Ну и плюс у нас еще вода щелочная. Вообще, в городе Каменск-Уральский, у кого водопроводная вода, у всех щелочная вода. Поэтому, при выращивании пентаса, петунии, хвойных растений, глоксинии, как я уже сказала, гортензии, нам нужно воду немного подкислять для полива. Но не часто. Подкисляем воду ориентировочно раз в две недели. Если вы видите, что растения развиваются очень хорошо, замечательно, можно даже подкислять воду раз в три недели для полива. То есть, подкислять еженедельно, либо с каждым поливом воду тоже не нужно. Почему? Мы можем уничтожить всю полезную микрофлору в грунте, если мы будем часто подкислять. Поэтому без фанатизма, ну ориентировочно получается, даже если вы будете подкислять воду раз в две недели, это получается один раз в месяц. То есть, подкислили, две недели прошло, еще раз подкислили, можно даже, вот как я уже сказала, три недели. В качестве подкислителя мы можем брать фитокислинку, либо янтарную кислоту, как я уже говорила. Но, как говорила в других роликах, но не забывайте, если вы, допустим, использовали янтарную кислоту в качестве подкормки, как вот для более лучшего развития корневой системы, то уже фитокислинкой пользоваться не нужно, так как и этот препарат, и этот подкисляют грунт, подкисляют воду, подкисляют грунт, соответственно. Вот, поэтому тут уже берем что-то одно. Либо пользуемся янтарной кислотой, и тогда уже без фитокислинки, либо фитокислинкой, но тогда уже янтарную кислоту мы применяем ориентировочно через месяц. Так, теперь черенковать можно этот пентас. У меня были тоже, я же приносила, тоже привозила домой вот этот пентас из сада, но оставила на подоконнике, забыла, что у меня приоткрыто окно, на ночь окно не закрыла, и ночь была очень холодная, и у меня пентасы все замерзли безвозвратно. Вот, поэтому я, конечно, не черенковала его. Но сестра у меня, она черенковала этот пентас, и она говорит, вот сейчас у ней стоят эти череночки, все, в общем-то, прекрасно черенкуется, отлично. По подкормкам. Вот эту рассаду, которая у меня стоит, я ее еще пока ничем не подкармливала. То есть, вот у меня грунт от компании Пересвет, который я всегда хвалю и всем рекомендую выращивать именно в этом грунте любую рассаду. И вот очередной полив у меня ориентировочно, я думаю, будет через пару дней. Как только я увижу, что грунт вот здесь сухой, обычно как я поливаю? Я вижу, что рассада любая, да, у меня грунт сухой на поверхности. Еще ориентировочно два дня я не поливаю, так как я понимаю, что внутри горшочка грунт еще влажный. Но с пентасом мы поступаем по-другому. Как только я вижу, что сверху грунт подсох, такой сухой уже сверху, я сразу поливаю. То есть, никаких вот этих не нужно давать пару дней, для того, чтобы еще грунт просох. Пентас этого не любит. Он любит хороший полив. Вот. Что еще? Пересадка. Пересаживать вот этот пентас. Здесь достаточно длительный период времени будет расти пентас. Да, и я хочу сказать, что вот где-то будет он высотой, наверное, 8-10 сантиметров. Вот примерно вот такая вот рассада будет. И он уже набирает бутоны. Поэтому я даже не подписывала. Как вы видите, у меня не подписанные стаканчики. Я не стала расцветку подписывать. Так как я увижу все это цветение в рассадный период. Это будет ориентировочно конец марта. Я обязательно покажу потом свои пентасы. То есть, он уже наберет цвет, наберет вот такие вот соцветия, бутоны. И цвет мы сможем уже с вами увидеть. Теперь, еще какой плюс этого замечательного растения. Ни у меня, ни у сестры никаких вредителей на пентасе не было. Ни в саду, ни в домашних условиях, как вы можете видеть. И никаких болезней тоже. То есть, это настолько вот беспроблемное растение. И при этом вот такое очень симпатичное. Стороны, на которых мы можем выращивать пентас, я думаю, абсолютно на любой стороне. Если вы в комнатных условиях будете выращивать. У сестры южная сторона, все окна на южную сторону. Он у ней вот прекрасно растет. У меня восточная сторона, три окна. И одно окно, западная сторона. Также я выращивала, вот когда заносила осенью, приносила эти пентасы. Они у меня стояли и на западной стороне, и на восточной. Они прекрасно себя чувствовали. В общем-то, мне кажется, пентас будет расти абсолютно на любой стороне. Если вы его запланировали выращивать в комнатных условиях. Ну и как я уже сказала, никакими болезнями он не поражается. Вернее, не поражается вредителями и никакими болезнями он у меня так же не болел. Пентас. Какие буду проводить подкормки вот этому пентасу? Вот следующий полив. Я хочу провести подкормку рассада джой. Удобрение джой рассада. Обычно я провожу первую подкормку кальциевой селитрой. Но пентасу решила провести почему-то, не знаю, чисто интуитивно. Вот именно этим удобрением джой рассада. Я с этим удобрением познакомилась, по-моему, пару лет назад или в прошлом году. Первый раз я его использовала. Но удобрение просто отличное, показало себя замечательное. И поэтому обязательно я буду его применять. Планирую полить сначала вот этим удобрением. И уже в следующий полив я полью удобрением кальциевой селитра. Из этих стаканчиков пересаживать я не буду больше. Вот пока растет пентас дома. То есть вот в таких 200-граммовых невысоких стаканчиках он у меня будет расти до высадки уже на постоянное место. Когда я уже буду высаживать в эти невысокие тазики. Вот, в принципе, и все, наверное, что я хотела сказать о пентасе. Также обязательно его буду раз в месяц подкармливать стимулятором. Это агат. Это обязательно. Ну и монофосфат калия один раз в месяц. То есть чередовать буду подкормки. Наверное, по подкормкам я распишу тоже в тетради подкормку пентаса. Но так как я еще ни одной подкормки не проводила, поэтому у меня нет пока. Я не расписывала подкормку пентаса. Надо заняться. Расписать на ближайшие 2-3 полива, какими я буду подкормками пользоваться. По опрыскиванию. Опрыскивать я не опрыскивала. Насколько я знаю, сестра тоже не опрыскивала пентас. Поэтому не могу сказать, как он относится к опрыскиванию. Но вот к поливу он очень требователен. Полив, поливать надо хорошо. Так, ну и все, наверное. На этом я буду заканчивать. У нас в продаже семена этого пентаса есть сейчас. И как я уже сказала, посеять вы его можете абсолютно в любое время. О том, как посеять пентас, у меня есть ролик на канале. Можно посмотреть. Все, друзья, я на этом с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.